Здравствуйте, меня зовут Вяткин Александр и я рад приветствовать вас на канале и в группе ВКонтакте ваш электрик Коломна. Сегодня хочу представить вашему вниманию небольшое видео на тему электромонтажных работ в деревянном доме. Непосредственно хотел затронуть тему установки подрозетников. В настоящее время ассортимент металлических подрозетников весьма ограничен, и из-за низкого спроса продавцы не держат их наличие, поэтому возникают трудности с их покупкой и доставкой. Поэтому хотел бы представить вашему вниманию свой вариант установки подрозетников для внутренней электропроводки в деревянном доме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И так, как мы видим, у нас здесь была достаточно низкая температура, помещение неотапливаемое. Гипс не застыл. В общем, немножечко расскажу, что это из себя представляет. В общем, между вертикальными стойками каркаса мы закрепляем профиль 50 на 100 для гипсокартона. В профиле проделываются отверстия и заводится туда стальная труба. Она в будущем будет закреплена на таких же элементах каркаса выше. Ну, сейчас, поскольку она не была вообще никак закреплена, разумеется, она отвалилась в первую очередь. Через эту трубу проходит кабель в гофре и заходит напрямую в подрозетник. То есть сверху пришивается ККЛ, врезается отверстие для подрозетника. Пространство внутри профиля заполняется ротбандом, и мы вмазываем туда подрозетники, заводя изначально кабель предварительно. Вот, собственно, что я хотел показать. Конструкция у нас, как вы видите, вполне себе герметичная, отделена от всех возможных сгораемых поверхностей слоем из негоручего материала. И, как можно убедиться, держится достаточно прочно. То есть ККЛ развалился у нас быстрее, чем отвалились подрозетники. Спасибо за внимание и безопасного вам электричества. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу. С вами был ваш Электрик. Субтитры сделал DimaTorzok